Вот. Итак. Oracle и MS SQL относятся к проприетарному программному обеспечению. Это означает, что для того, чтобы воспользоваться этими продуктами, необходимо приобрести лицензию, согласиться с ее условиями. Но условия этих лицензий довольно ограничительны. Существуют ограничения на сферу применения. В частности, нам недоступны исходные коды этих программ. Ну и там целый ряд ограничений по лицензионному соглашению на них накладывается. Что касается PostgreSQL и MySQL, они относятся к свободному программному обеспечению. Здесь нужно уточнить один момент, который часто является поводом для недоразумения. Свободное программное обеспечение является также лицензионным. Поэтому иногда возникают проблемы из-за того, что мы пользуемся свободной программой, ну какой-нибудь PostgreSQL или еще какой-нибудь. А когда у нас спрашивают, а где лицензия, мы говорим, а на нее лицензии не надо. Господа, хочу обратить ваше внимание, что это ошибка. Значит, с точки зрения юриста, свободное программное обеспечение точно такое же лицензионное, как и проприетарное. Но, если проприетарную лицензию необходимо приобретать, иногда платить деньги, иногда не платить деньги, но деньги тут не самое главное. Хотя в случае с Oracle этот фактор играет роль. Так вот, ее надо так или иначе приобретать. За деньги или без денег, но все равно приобретать. Что касается свободного программного обеспечения, то там лицензия с точки зрения юриста распространяется в форме так называемой публичной аферты. Причем условием этой аферты является тот факт, что вы получили данную программу. То есть, как только PostgreSQL или MySQL попал к вам в руки, у вас автоматически имеется на него лицензия. Вот. Поэтому в этом плане этой серии скачал и пользуйся. Скачать PostgreSQL можно вот с этого сайта. Сейчас я покажу с какого. Вот с этого сайта. Соответственно, мы можем нажать кнопочку Download, выбрать нужную нам версию. Господа, должен сказать один важный момент. Если мы работаем под управлением операционной системы Windows или операционной системы MacOS, то скачать версию сервера PostgreSQL мы можем вот с этого сайта, вот с той странички, которую вы сейчас видите. Достаточно выбрать операционную систему и нужную нам версию. 32-разрядную, 64 и так далее. Установить. Установка делается штатным способом, то есть очень легко. Я даже показывать не буду. Там смотреть особо нечем. Если мы работаем под управлением операционной системы Linux, то, обратите, пожалуйста, внимание, база, сервер PostgreSQL в подавляющем большинстве случаев доступен в составе дистрибутива. То есть его не нужно отдельно скачивать, его нужно установить штатными средствами дистрибутива. То есть в Linux'е PostgreSQL входит в комплект поставки. Мне лично неизвестна ситуация, когда бы он не входил в комплект поставки. Даже в довольно редко используемых дистрибутивах он тоже в комплект. Так, один момент. Вот. Это что касается доступности. Ну, несколько слов о том, почему снижены оценки у MS SQL Oracle. Ну, MS SQL я бы поставил тоже 5, если бы не одна деталь. Все-таки программа проприетарная и полная ее версия требует приобретения лицензии. А версия экспресс имеет существенное ограничение. Так. Сейчас, секундочку. Господа, у меня к вам небольшая просьба. Если есть вопрос, и, пожалуйста, напишите в чат его. Я, если у вас проблема с микрофоном, я включу микрофон. Потому что я, к сожалению, не успею... Когда поднимают руку, я не всегда замечаю, кто ее поднял. То есть вижу, что рука поднята, а кто поднял, не вижу. Вот. Итак. Что касается Oracle, там проблемы с высокой ценой. Oracle штука дорогая, соответственно, цена на доступность влияет в кучу 100. Следующий очень важный критерий. Это... Я даже затрудняюсь, как это сказать. Это поддержка операционных систем. Я отвечу. ОС. Поддержка операционных систем. Вот здесь все получают плюсы, кроме MS SQL. Который получает минус. Значит, господа, MS SQL, ну, как нетрудно догадаться, работает только под управлением системы Windows. Под управлением других операционных систем, MS SQL не работает. Обратите, пожалуйста, внимание, что система управления базой данных является серверным программным обеспечением. Поэтому привязка к операционной системе Windows для серверного программного обеспечения есть криминал. То есть это серьезный весьма недостаток. Я хотел бы обратить внимание, что это является серьезным недостатком вне зависимости от того, на какой операционной системе мы работаем в действительности. Если привязка только к UNIX – это небольшой недочет, то привязка к Windows – это серьезный недостаток. Потому что базовой серверной операционной системой являются UNIX-подобные системы. В частности, например, это может быть система Linux. Ну, мы выбираем обычно Linux, потому что эта система более доступна. Но, в принципе, то же самое верно для любой UNIX-подобной системы. Там Solaris, FreeBSD, сколько их там не набралось. Вот. Поэтому возможность работать с серверным программным обеспечением на системе UNIX, например, Linux, является принципиально важной. Соответственно, отсутствие такой возможности – недостаток. Другое дело, что этот недостаток хоть и серьезный, но он не снижает ценности программного обеспечения до нуля. Поэтому из этого не вытетает, что MS-SCOIL нельзя использовать. Но в сравнении он, конечно, в этом плане проигрывается. Следующий вопрос – это максимальный объем базы данных. Максимальный объем базы данных. Ну, здесь ситуация такая. Все разработчики СУБД заявляют, что максимальный объем базы данных ограничен только емкостью вашего жесткого диска. Но будет у нас жесткий диск в миллион терабайт, значит, база данных в миллион терабайт мы сможем якобы разместить. На самом деле, разумеется, это лукавство, потому что на сверхбольших объемах базы данных никто не тестировал никогда. Поэтому оценка максимального объема базы данных идет не по оценке максимально возможного объема, а по оценке максимально существующего объема. То есть, говорят примерно так. Под управлением базы данных Oracle существуют базы данных объемом в сотни терабайт. Поэтому максимально проверенный объем мы напишем так, для Oracle. Менее тысячи терабайт. То есть, не более тысячи. Ну, за тысячу, наверное, мы ручаться можем. Что касается большего, то, ну, поживем умить. Что касается PostgreSQL, то здесь мы можем ручаться, ну, действуя по той же логике, можем ручаться за базы данных до 100 терабайт. То есть, существуют под управлением PostgreSQL базы данных объемом в десятки терабайт. Вот. Вот. Ну, главным образом это база данных информационно-поисковых систем. Речь идет об объеме одной базы данных. MSSQL в этом плане примерно такой же. Что касается MySQL, то для MySQL этот критерий не применен. Из-за ряда его особенностей. Там существуют на MySQL базы данных и большие, и маленькие, но там оценивать так нельзя. Несколько замечаний по поводу этого. Замечание первое. Вот где-то лет 10 тому назад, это вопрос, собственно. Где-то лет 10 тому назад я устанавливал базу данных, которая управляла Тамбовским отделением Сбербанка России. То есть, все операции Сбербанка по Тамбовской области проходили через эту базу данных. Ну и, помимо прочего, мы сбросили полный архив всех-всех-всех-всех-всех операций по всей-всей-всей-всей области. Дай бог памяти, по-моему, за 2002 или 2003 год. Ну, давно это было. Как вы думаете, какой был объем у базы данных, которая хранила все операции Сбербанка по Тамбовской области, то есть, включая выплату пенсии, расчетную кассовую обслуживание, ну, то есть, вообще все. За вот целый год. Как вы думаете, какой был объем у этой базы данных? Какие ваши предположения? Я не вижу единиц измерения. 200 гигабайт, да? Ну, это одно предположение. 10 с лишним терабайт. Другие предположения есть? 100 гигабайт. Во. Господа, на самом деле, за 2002 год, полный объем базы данных, содержащей все операции Сбербанка по всей области, составлял 150 мегабайт. Мегабайт. 150 мегабайт. Ну, на самом деле, можно сказать следующее. Во-первых, это 2000 год, это было давно. Ну, сейчас объемы банковских операций резко возросли. Тамовская область не самая большая в России. Да, то есть, есть области и побольше. Поэтому, конечно, эта операция, это число может быть и велико. Но, с другой стороны, подавляющее большинство баз данных управляют не банками, управляют, в общем-то, вещами поскромнее, чем банки. Это раз. Вот про это... Значит так, зачитаю вопрос. А как же база, которая находится в распоряжении Yahoo? Она, конечно же, называется EVS, немного модифицированный вариант PastGraySql, но, тем не менее, она уже измеряется петабайтами. Совершенно справедливое замечание. Но об этом я скажу сейчас чуть-чуть попозже. Дело в том, что... Во-первых, это одна из особенностей PastGraySql. Почему Yahoo так поступает, немного модифицированный PastGraySql. Это раз. Во-вторых, в данном случае речь идет не о базе данных объемом в петабайт, а о объеме данных, управляемых базой данных. Это не одно и то же. Сейчас я скажу. Вот буквально две секундочки, и я на этот вопрос отвечу. Значит, этап. На самом деле, в наше время, чтобы оценить объем аналогичной базы данных, которая тогда занимала 150 мегабайт, нужно учесть следующее. Нужно, во-первых, учесть, что объем банковских операций резко возрос. Но, кроме того, надо учесть еще и то, что тогда в базах данных не хранили, например, отпечатки пальцев, фотографии, сканы подписей, сканы документов. Тогда этого не было принято хранить в базе данных. Поэтому на сегодняшний день аналогичная база данных, я думаю, что будет занимать десятки гигабайт. То есть до 100 гигабайт где-то ее догнать можно в наше время. Главным образом за счет хранящихся там картинок. Хотя не только. Но все равно это страшно далеко до величины даже в 100 терабайт. Это во-первых. Во-вторых. Второй, и, господа, хочу отметить, не менее важный критерий. Это же ведь максимальный объем базы данных. А что маленький? Ведь не забывайте, существует база данных и наоборот, маленького размера. Например, база данных размером вообще в единице мегабайт, в 1-2 мегабайта. С ними же тоже работать надо. Так вот, господа, что касается маленьких баз данных, то здесь получают плюсы все, кроме Oracle. Вот давайте я вот здесь, вот в столбик напишу. Плюс. 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 Oracle минус. MSS стоит плюс. Господа, дело в том, что из-за очень высокой цены на Oracle, там попросту не существует практики его использования для маленьких баз данных. То есть теоретически они там, конечно, должны работать. Но работать с маленькими базами данных на Oracle, это очень затруднительно из-за того, что на Oracle очень сложные и большие средства администрированы. Oracle могут позволить себе только организации, которые не просто могут заплатить большие деньги, но еще и могут понести организационные расходы соответствующие. То есть могут еще и организовать с ней работу. А вот это уже гораздо более сложно. То есть деньги-то найти можно, а вот организационные, административные ресурсы, это уже гораздо сложнее. Поэтому с маленькими базами данных на Oracle практики, к сожалению, нет. Сейчас, секундочку. Василий, у вас вопрос? Я вас слушаю. Пожалуйста, либо в микрофон его скажите, либо напишите в чат. Ага, вопрос. По какой причине я не упомянул в списке DB2? На самом деле по очень тупой. В России нет широкой практики его использования. Если бы мы были в США, то DB2 занял бы свою строчку здесь. Я включил в список только наиболее распространенные СУБД. Господа, но если вы хотите, то имейте в виду, что DB2 по всем критериям занимает примерно промежуточное положение между Oracle и MSSQL. Господа, про Firebird ничего сказать не могу, потому что я сам давно с ней не работаю. Вот тут, к сожалению, я просто не компетент. Последний раз мне доводилось работать с базой Firebird где-то лет, наверное, 10 назад. С тех пор утекло слишком много воды. Если повторять то, что мне говорят мои товарищи, то Firebird это практически нишевый продукт для маленьких офисов. Насколько это правда, не могу сказать. Возможно, это не совсем соответствует действительности. Поэтому я его просто исключил из рассмотрения, чтобы не вводить вас в заблуждение. Ну а DB2 это просто в России, к сожалению, не так широко распространено. Так что причина тут банальная. Вот. Значит, далее. Следующий важный критерий это масштабируемость. Масштабируемость. Давайте я так вот буду вписывать в серединку. Значит так, господа. Значит, разве... Так, прошу прощения, одну секундочку я сейчас... Так, итак, господа, сейчас я вопрос еще раз зачитаю и отвечу на него. Господа, по поводу... Разве Oracle Database Express Edition не предназначен для работы с маленькими СОБД? Значит, господа, моя личная позиция на этот счет. Версия Express, любая, будь то MS SQL Express, Oracle Express, рассматривается только как переходный промежуточный вариант, который либо предназначен для последующей замены на полную версию, либо работает в сочетании с полной версией. Например, является нормальной ситуацией, когда мы ставим в центральный офис полную версию Oracle, а в филиалы версию Express. Это нормальная ситуация. Лично я считаю, что организовывать работу базы данных исключительно на версии Express является ошибкой по ряду технологических причин. К сожалению, я вынужден в данном случае этим замечанием ограничиться, потому что это уже не относится к PastGray SQL, это относится к реляционным базам данных вообще. И тут есть предмет для дискуссии, но я высказал свое личное мнение. В любом случае, если мое мнение верно, то на фактор доступности и на фактор объема базы данных наличие версии Express никак не влияет. Все равно мы имеем дело с той же самой ситуацией. Ну а если я ошибаюсь, ну это тогда подискутируем в другое время. По крайней мере, моя практика показывает мне вот такой ответ. Значит, сейчас, одну секундочку. Ну все, продолжаем нашу работу. Вот, масштабированность. Вот здесь вот, господа, такой момент. Значит, что значит масштабированность? Предположим, наша база данных разрослась. И не хватает объема сервера, то есть сервер перестал справляться. Что делать? То есть надо увеличивать ее объем. Вот в этом плане я поставлю оценки так. 5, 3, 3, 4. Ну, MS SQL можно поставить 3 сплея. Ну хорошо, давайте в лучшую. Не будем снизить, занижать оценки, но их улучшим. Вот так. Итак, господа, о чем идет речь в данном случае? Кстати, сейчас, секунду, еще раз вопрос прочту. Дмитрий, сейчас я постараюсь как раз на ваш вопрос ответить. На половину вашего вопроса. Итак, масштабированность. Oracle очень тяжеловесный продукт. Он дает очень много возможностей. Но если его возможностей нам не хватает, расширить их проблем. Нам нужно приобретать еще одну лицензию. Нужно закупать дополнительное аппаратное обеспечение, которое в случае с Oracle весьма дорогостоящее. Короче говоря, это довольно сложное мероприятие. Не говоря уже об организационных затратах, которые для Oracle вообще традиционно высоки. В MS SQL в принципе справедливо то же самое, зато и лишь разница, что там это все надо разделить где-то на 10. То есть технологии масштабирования базы данных на MS SQL примерно такие же, как и на Oracle, только гораздо дешевле и проще. В общем-то, примерно так же обстоят дела и на MS SQL. А вот с PostgreSQL ситуация несколько иная. PostgreSQL содержит из коробки средства создания так называемых кластеров баз данных. То есть он позволяет объединить несколько баз данных таким образом, чтобы они работали как единое целое. При этом имеется возможность разместить эти базы данных на разных серверах. И полученный кластер будет работать таким образом, что пользователь, вообще говоря, будет даже и не знать, какой же сервер отвечает ему на запрос. Ну, на самом деле это преувеличение, чтобы он буквально этого не знал, конечно, еще предстоит сильно поработать. Но тем не менее, PostgreSQL содержит средства кластеризации и средства масштабирования прямо из коробки. Поэтому на PostgreSQL очень прост перенос данных на другой сервер. Очень просто поставить рядышком второй сервер и заставить два сервера работать в одной паре. Очень просто сделать базу данных многокомпонентной. То есть составить базу данных, как говорится, из нескольких схем. Например, для каждому пользователю или каждой подзадачи выделить в базе данных свою область, в которой она будет вариться в собственном соку, а при необходимости обращаться к другим областям. Все это относится к вопросу масштабирования. Обратите, пожалуйста, внимание, что, например, в MS SQL, так называемая схема, то есть группа таблиц объединенных общей идей, может создаваться только с привязкой к пользователю. То есть создать схему, которая не была бы связана с конкретным пользователем в MS SQL, это не то, чтобы это было невозможно, но это довольно неудобно. В MS SQL похожие возможности вообще не предусмотрено. Что касается Oracle, вот я не знаю, как насчет последней версии, судя по тому, что я читал в последней версии, такая возможность должна уже быть, но во всяком случае в PostgreSQL она существует уже давным-давно. В Oracle она, если и появилась, то относительно недавно. Так вот, база данных объемом в пентабайты, вот эта огромная-огромная база данных, на самом деле представляет собой не базу данных, а кластер баз данных. И PostgreSQL именно и дает возможность делать кластеры базы данных очень-очень большого объема. В первую очередь востребованы такие кластеры в геоинформационных системах, где кластеры зачастую создаются не столько даже потому, что требуется большой объем, сколько потому, что требуется объединить в одну базу данных различные источники данных. В геоинформационных системах имеется следующая, на самом деле, обычная ситуация, когда у нас имеется несколько изначально независимых источников данных, допустим, несколько там групп метеостанций. А теперь мы хотим все эти базы данных объединить в единую систему. Так вот, выполнить это решение на базе PostgreSQL можно практически из коробки, не переменяя структуры базы данных и не очень сильно дописывая программное обеспечение. То есть это гораздо-гораздо проще. Поэтому в плане масштабируемости PostgreSQL, конечно же, выигрывает по сравнению с другими системами. Следующий пункт. Поддержка стандартов. Немножечко получается некрасиво, да? Ну давайте я скопирую и начну следующую строчку. Дмитрий, я наполовину вашего вопроса ответил, да? Если нет, то, пожалуйста, напишите, я вам поясню, если что-то я не досказал. Итак, поддержка стандартов. Господа, здесь давайте я не буду ставить оценок, я буду просто ставить плюсы и минусы. Знаете, даже не буду ставить оценок, я просто расскажу, потому что оценки тут могут заблуждение ввести. Итак, поддержка стандартов. PostgreSQL на сегодняшний день наиболее поддерживает стандарт реляционных баз данных наиболее полно по сравнению с другими и с наименьшими искажениями. Давайте так, давайте я два критерия напишу. Полнота поддержки стандарта и качество поддержки стандарта. То есть первый критерий это будет, насколько он полно поддерживает стандарт. А второй, насколько в нем много нарушений стандарта. Так вот, полнота поддержки стандарта. PostgreSQL имеет здесь оценку 5 с минусом. Существуют некоторые пункты стандарта реляционных баз данных, которые PostgreSQL не поддерживают. Oracle тоже имеет оценку 5 с минусом. MSSQA здесь 4 с плюсом. То есть все на самом деле нормально, никаких таких уж особо грубых пробелов нет, но чуть-чуть некоторые возможности отсутствуют. То есть, Дмитрий, но я еще не все внимание вам уделил, еще же время есть. Так что пока еще рано спасибо. Вам спасибо, но вы рано меня благодарите. Так вот. На самом деле, если говорить с практической точки зрения, то по полноте поддержки стандарта первые 3 с УБД равны. Различия, наверное, носят скорее вкусовой характер. Что касается MySQL. Здесь я поставлю 3 с минусом на тему поддержки стандарта. Но надо иметь в виду, что это низкая оценка, полнота поддержки стандарта. То есть, MySQL поддерживает стандарты весьма-весьма неполно. То есть, вообще-то я бы сказал, что большую часть стандарта он не поддерживает. В частности, там даже транзакции работают не совсем так, как они должны по стандарту. Со значительным количеством ограничений. Но, господа, должен обратить особое внимание, что это не означает, что MySQL плохая база данных. Это означает, что это база данных специального назначения. Она действительно имеет свою нишу и за пределами этой ниши применять ее, наверное, смысла не имеет. Ну, а если конкретно, то ниша ее это разработка для интернета. Качество поддержки стандарта. Вот здесь стоит твердая 5. Ну, плюс ставить бессмысленно. Был бы смысл, поставил бы. Потому что PostgreSQL все, что он реализует, реализует ровно так, как положено в стандарте. Oracle. Оценка 5 с минусом. Этот минус не играет большой роли на практике. Но дело в том, что так как некоторые стандарты SQL были введены после того, как появился Oracle, то, как бы, понятно, что местами он их чуть-чуть нарушает. MSSQL. Оценка 4. В MSSQL имеется два существенных нарушения стандарта, которые, правда, не мешают его использованию, но делают MSSQL плохо сочетаемым с другими СУБД. То есть, это не настолько плохо, чтобы отказываться от MSSQL, но надо иметь в виду. Для MSSQL этот критерий не применим. Там стандарт поддерживается настолько неполно, что говорить о качестве поддержки стандарта не приходится. Вот. Следующий пункт наш. Следующий пункт – это удобство средств администрирования. Вот здесь ситуация такая. PastGraySQL получает оценку 4 с минусом или 5. Так, господа, сейчас меня в интернете слышно нормально. Дефектов звука нету. Отзовитесь, пожалуйста. Ага, ну хорошо. Итак. Оценка 4 с минусом или 5. Вот почему такой разброс? Ну да, Oracle получает 5. С маленьким-маленьким минусом. MSSQL получает 5. MySQL для него не применим этот критерий, потому что там обычно администрирование отдельно MySQL, как правило, не делается в большинстве случаев. MySQL, как правило, администрят совместно с чем-нибудь еще. Поэтому критерий удобства средств администрирования не применим. Значит, а теперь давайте поподробнее. Ну, MSSQL понятно, да? Проприетарная база данных, естественно, средства администрирования хорошо разработаны. И так далее, и так далее, и так далее. Oracle. Все отлично, кроме одного. Его средства администрирования, хотя и чрезвычайно удобны, чрезвычайно хороши. Но, к сожалению, довольно сложны в освоении. Поэтому, если мы хотим работать с Oracle, нужно потратить время на то, чтобы их изучить. Это маленький-маленький минусочек. Что касается PostgreSQL, то здесь ситуация такая. Из коробки средства администрирования в нем довольно-таки неудобны. Тем не менее, они соответствуют критериям, применяемым обычно к Unix-системам, но тем не менее, все-таки они довольно неудобны. Однако, существуют проприетарные средства администрирования сторонних организаций, которые по своему удобству примерно равны средствам администрирования Oracle. Собственно, Oracle взят за образец, а по образу и подобию примерно сделаны средства для PostgreSQL. За исключением только того, что они не так сложны, как для Oracle. Ну, что и понятно. То есть, иными словами, штатные, ну, коробочные средства администрирования здесь PostgreSQL проигрывает. Проприетарные средства администрирования, они находятся на общем уровне. Могу сказать, что проприетарные средства администрирования для эффективной работы не являются необходимыми. Но если есть желание, можно их приобрести и пользоваться. Проприетарные средства администрирования, ну, я сейчас постараюсь поскорее закончить с критериями. Является основным поставщиком проприетарных средств администрирования. Пожалуйста, вот здесь можно все посмотреть, поискать. Вот на этом сайте. Некоторые из них являются бесплатными, некоторые из них платные. Вот, но они проприетарные все. Василий, у вас еще вопрос? Я слушаю вас. Спасибо. Господа, у меня единственная просьба небольшая. Если у вас есть вопрос, вы, пожалуйста, прямо пишите сразу вопрос в чат. Не нужно поднимать руку, чтобы нам времени не терять. Просто вопрос пишите, и я сразу на него постараюсь ответить. Если не сразу, то как можно скорее. Вот. Далее. Следующий критерий. Расширяемость. Давайте я так напишу. Расширяемость вообще и расширяемость в частности. Сейчас поясню. Расширяемость вообще. Это возможность написания для данной СУБД того, что называется модуль... Давайте так. Давайте даже на три критерия разберу. Программирование. Расширяемость вообще, расширяемость в частности. Программирование. Программирование – это наличие собственного языка программирования, который позволяет писать хранимые процедуры, функции, делать обработку данных на серверной стороне. Наличие и возможности этого языка. Если оценивать по пятибалльной шкале, то я бы оценил это так. Значит, PastGrayScoil – это 5 с плюсом, Oracle – это 5 с плюсом, MSScoil – это 5 с минусом, MyScoil – это 0. Значит, то есть MyScoil, он... Ну, на самом деле, там добавлена возможность создания хранимых процедур в последних версиях MyScoil, но этим никто не пользуется. Что касается MSScoil, то язык TransactScoil довольно-таки такой, ну, имеет ряд неудобств в применении, хотя, в принципе, возможности у него вполне на уровне. Ну, Oracle здесь, безусловно, вне конкуренции. А что касается PastGrayScoil, то PastGrayScoil, надо иметь в виду, строил свой язык программирования, вот свой штатный язык программирования хранимых процедур, с оглядкой на Oracle и MSScoil. То есть там постарались... Знаете, как это иногда? Вот обычно эту фразу принято как можно более противным голосом произносить. Там постарались... Ну, не знаю, у меня она не получится, но я попробую. Постарались собрать все лучшее, что есть в других. Ну, господа, на самом деле, я всегда вот к таким критериям, постарались собрать все лучшее, я всегда отношусь несколько скептически. Поэтому с этой точки зрения я PastGrayScoil, конечно, оценивать не стал бы, но должен признать, что в случае с PastGrayScoil эта задача в целом скорее оказалась успешной. Хотя, конечно, он ориентируется в большей мере на Oracle, чем на MSScoil. Но в последнее время PastGrayScoil в этом плане уже оторвался от образца Oracle, уже живет самостоятельной жизнью, поэтому если еще лет пять назад можно было сказать, что PastGrayScoil в плане программирования берет все лучшее из Oracle, то сейчас это стало уже дорогой с двусторонним движением. Уже новые версии Oracle многое берут из PastGrayScoil. Расширяемость. Расширяемость вообще. Это возможность написания собственных модулей расширения на языках программирования, которые не являются языком SQL. То есть на языке C, на языке там, я не знаю, Pascal, Fortran и так далее. Здесь ситуация такая. PastGrayScoil получает пять. А остальные по три. Может быть даже с минусом. Но минус не буду ставить. Поясняю. Для базы данных PastGrayScoil можно писать модули расширения. Господа, извините, пожалуйста. Итак, господа, извините, пожалуйста. Так вот. В PastGrayScoil можно писать модули расширения почти на любом из распространенных языков программирования. Что касается Oracle, MS SQL и MySQL, там можно писать модули расширения, но в MS SQL... Ну давайте Oracle я все-таки справедливости ради поставлю 4. Не 3, а 4. Так вот. В MS SQL и MySQL модули расширения можно писать только на языке C. Ну помимо собственного транзакта SQL и MySQL, MS SQL еще только на языке C. MySQL тоже самое. Что касается Oracle, то здесь ситуация такая. В Oracle можно писать модули расширения на языках C, C++ и Objective C. Что касается других языков, то там заявлено, что это можно. Но отзывы отрицательные. То есть писать, например, модули расширения Oracle на Java... В общем-то, мои коллеги, которые пытались это делать, давали мне отрицательный отзыв на этот счет. Как бы то ни было, такая возможность в Oracle появилась совсем недавно. И даже если мои коллеги и не правы, во всяком случае здесь еще предстоит работа. Что касается PostgreSQL, то PostgreSQL штатно поддерживает следующие языки. К сожалению, не могу написать, но скажу, думаю, поймете. Ну кроме языка C, само собой, ну и соответственно Objective C. И с некоторыми оговорками C++, но должен сказать, что писать модули расширения на C++ в PostgreSQL нет необходимости, хотя это и возможно. Вот. Так вот, кроме языка C, которого, естественно, никто не отменял. В PostgreSQL можно писать модули... Можно штатно, заметьте. И проверено, как она существует практика. Писать модули на языке Java, на языке Perl, на языке Ruby. И, что особенно важно, он также поддерживает еще два языка. А именно, это язык Lisp и язык Python. Ну, Lisp это тема дискуссии. А вот что касается Python, то его поддержка чрезвычайно важна. Дело в том, что Python на сегодняшний день является одним из важнейших языков для прикладного программирования. Обратите, пожалуйста, внимание на следующий важный момент. Обработка данных в СУБД это прикладное программирование, а не системное. Соответственно, использование для этой цели языка C однозначно менее удобно, чем использование языков специально для прикладного программирования предназначено. А среди языков, предназначенных специально для прикладного программирования, язык Python я, безусловно, на сегодняшний день, я говорю, ставлю на первое место. Но, другое дело, что это не то, чтобы это первое место, он скорее первые среди равны. Ну, например, Java, он не хуже, конечно, тоже очень хорошо, не вопрос. Там Ruby, это тоже распрекрасно. То есть, я ничего плохого про них сказать не могу. Но я хочу сказать много хорошее про Python, потому что все-таки в этом плане он выигрывает. Соответственно, решать прикладные задачи на серверной стороне, используя программы на Python, это очень важное преимущество по сгрейскоиду. Может быть, еще даже недооцененное до конца. Что же касается возможности написания модуля расширения на LISP, то это очень востребовано для различных систем автоматизированного проектирования, вроде автокада и тому подобных вещей. Задачи это, конечно, крайне сложные. То есть, решение задач, связанных с использованием LISP на fast-gray SQL, это очень-очень тяжелая задача. Но fast-gray SQL подошел вплотную к тому, чтобы с ней взяться. Хочу обратить ваше внимание, что возможность писать модули расширения, ну, давайте вернемся немножечко на Python, в частности, означает следующее, что сервер fast-gray SQL может выполнять, например, автоматизированную сборку данных. Что реализовать на других с UBD довольно сложно, то есть, приходится писать отдельную прикладную программу для этой цели. Хорошо это или плохо, это дискуссионный вопрос, но во всяком случае на fast-gray SQL такая дискуссия имеет место. Что касается других с UBD, то там даже для такой дискуссии и места-то нет. Теперь следующий пункт, это расширение в частности. Расширяемость в частности. Это означает следующее. Это ассортимент уже готовых модулей расширения, которые мы не должны писать сами, а можем просто установить и пользоваться. А вот тут вот fast-gray SQL бьет всех остальных даже без разговоров. А здесь я больше двух не поставлю при всем желании. Ну, mySQL, правда, три. И то вот с вопросительным знаком. Господа, дело в том, что для проприетарных программ написание общедоступных модулей расширения вообще является огромной проблемой. Потому что для проприетарных... ПГ-админ, я уточню, ПГ-админ это не модуль расширения, ПГ-админ это средство администрирования. Сейчас я его запущу, покажу. Давайте я прям вот... Сейчас мы уже пробежимся немножко более предметно. Давайте я его запущу. А потом мы в него залезем и посмотрим. Собственно, вот оно. Штатное коробочное средство администрирования fast-gray SQL. К сожалению, видно плоховато, шрифт мелкий. Но я предупреждал, что коробочное средство администрирования в fast-gray SQL не очень удобно. Но, тем не менее, достаточно. Но об этом давайте чуть попозже. Так вот, господа. Для fast-gray SQL же имеется целая библиотека готовых модулей расширения, которые можно установить. Опять со звуком проблемы, да? Господа, сейчас нормально или опять пропал звук? Тра-ля-ля-ля-ля-ля, тишина. Сейчас будем разбираться. Что там? Я на постном маусе. А сейчас слышно? Сейчас слышно, да? Вот, к сожалению, что-то у нас тут с интернетом некоторая беда. Вот. Сейчас я... Если это будет продолжаться... Ага. Ну так вот, господа. Я уже не помню, о чем там пропустное масло начало. Так вот, смотрите. Дело в том, что... Давайте я чуть-чуть отмотаю назад, повторю. Так вот, о чем я говорил. Для проприетарных программ написание общедоступных модулей расширения вообще является... Ну, это я помню. Просто там не помню, о чем речь идет. Так вот, смотрите. Для проприетарных программ написание общедоступных модулей расширения вообще сопряжено с огромными сложностями маркетингового характера. Потому что, соответственно, расширение там тоже, как правило, проприетарное. И, понятно, специальным продвижением этих расширений мало кто занимается. Но если и занимается кто-то, далеко не все. И продвигать эти расширения можно только по согласованию с фирмой-производителем. А там вообще это сопряжено с большими сложностями. Вот. Между прочим, это причина, почему, например, в более или менее ограниченном использовании... Одна, вернее, из причин, почему постепенно выходит из употребления системы DELF. Она проприетарна, соответственно, модуль расширения там тоже проприетарный. А возможность расширения, это важный ее критерий DELF. Так. Вопрос. Влияет ли режим использования PostgreSQL на разработку расширяемых модулей? Речь идет о классическом варианте реляционной базы данных и режиме PGSQL K-Value. Вот насчет режима K-Value я не очень помню. Вы имеете в виду модуль расширения, который позволяет хранить в базе данных пары ключ-значения? Ага. Господа, здесь вопрос немножечко хитрый. Давайте я на него чуть позже отвечу, лучше поподробнее. Сейчас в двух словах не буду отвечать. Значит, итак. Что касается PostgreSQL, то тут уже имеется целая библиотека общедоступных модулей. Среди этой библиотеки общедоступных модулей, не включенных штатно в комплект поставки. Ну, давайте, нет, давайте так. Давайте я скажу лучше так. Модули, недавно включенные в комплект поставки и пока еще не включенные в комплект поставки. Среди модулей, которые либо недавно были включены в комплект поставки, либо в комплект поставки не включены, а являются именно модулями расширения, это следующие модули. Это модули по обработке данных типа XML, то есть которые позволяют сохранить в базе данных фрагмент текста в виде XML-разметки. Это данные, которые позволяют сохранить в СУБД данные в разметке JSON. и пользоваться ими штатно. Это данные, это модуль. Эти два были недавно включены в комплект поставки. Пока еще не включены в комплект поставки модули, которые называются H-Store. Вот так, H-Store. Это модуль, который позволяет сохранить в базе данных пары ключ-значения. Ключ-значения, ключ-значения, ключ-значения. А также это огромный модуль, который называется PostGIS. Вот так. Давайте сначала о трех первых, потом о четвертом. Итак, что касается вот этих трех модулей. Господа, на самом деле мы очень часто... Ну, короткий ответ. Влияет ли это на режим использования PostGISQL как реляционной базы данных? Ответ. Нет, не влияет. PostGISQL при этом остается по-прежнему реляционной базой данных. Но, господа, дело в том, что реляционная модель данных, как и всякая модель данных, содержит ряд ограничений. В частности, наиболее неприятным ограничением реляционной модели данных является следующее. Представьте себе, что мы создали таблицу. Ну, давайте для простоты возьмем ситуацию, когда у нас данные лежат в одной таблице. И вот для простоты мы создали таблицу. Работу поставили в производство, работаем с ней, все такое. И вдруг приходит к нам заказчик и говорит, слушай, знаешь, друг, а мне вот в таблице еще одна колонка нужна. Что делать? Печалька. У тебя в таблице ее нет, а она мне нужна. Ну, на самом деле, это, с одной стороны, вроде как не является проблемой, еще проблемы, добавили колонку, и вперед. Но, господа, беда в том, что PostGISQL в большинстве случаев используется, ну, равно как, кстати, все базы данных, кроме Oracle, используются в условиях, когда квалификация SIS-админа у заказчика нашего оставляет желать лучшего. Кстати, это очень важный вопрос. Все субэды, кроме Oracle, для их использования не требуются, чтобы SIS-админ непременно имел высокую квалификацию. Это может быть какая-нибудь толковая секретарь, например, которая, ну, не дурочка есть, ну, дурочек мы вообще не делаем, это не в счет. Но какая-нибудь достаточно толковая, которая может там нормально выполнить определенные манипуляции по инструкции, освоила администрирование, там послали мы ее на курсы, она вернулась, и вот она администрит нашу базу. Ну, или какой-нибудь программист это делает в свободное, ну, там, как дополнительную обязанность на него повесили. Ну, кухарка не кухарка, кухарка в хорошем смысле слова, да, которая о кухне все-таки заботится. Не от сахи человек, но толку. Вот. Так вот, господа, дело в том, что на такие манипуляции... Ну, да, кстати, на самом деле индексы перестраивать и статистику обновлять, это задача, которая толковой секретарше вполне по силам после того, как она пройдет там небольшой курс переподготовки. Ну, и, конечно, за это зарплату чуть прибавить придется, но почему бы и нет, если она толку. Вот. Или, как вариант, сисадмина мы берем приходящего, то есть он у нас не сидит постоянно в офисе, а периодически к нам приходит. Кстати, это вариант не лучший, чем взять, чем свою секретаршу подучить. Ну, это к слову. Так вот, господа, дело в том, что в этих условиях добавить новую колонку в таблице заказчику, как правило, слишком сложная операция. Команда Altar Table это, в общем, рискованная операция. Поэтому, что мы на самом деле делаем в этой ситуации? Мы заранее, еще когда проектируем базу данных, то есть заранее, добавляем колонку, например, JSON или H100, то есть колонку какого-нибудь вот из этих трех типов. А когда пользователь говорит, что вот мне нужна еще одна колоночка, мы здесь делаем следующий финтушами. Мы быстренько, часа за два, а может и быстрее, пишем маленькую примочку, маленькое приложение, которое позволит пользователю вот в это дополнительное поле формата там JSON или XML или H100 занести нужные данные. Обратите внимание, что пользователь, разумеется, эффективно работать с этими данными не сможет. но дальше мы поступаем так. Мы отдаем пользователю эту программку, он не меняя, обратите внимание, не меняя структуры базы данных, база данных у него остается как есть, один в один, без изменений. Ничего не меняя в базе данных, он начинает вводить туда новые данные. А мы пока садимся за работу и делаем полноценно нужную колонку, то есть вносим изменения в СУБД, в приложение, то есть всюду, куда надо. Мы потратим на этой неделе две, ну или сколько там положено. Через две недели мы обновим пользователю версию. Заметьте, а все нужные данные пользователь уже введет. Вот для этой цели в первую очередь используются колонки вот этих дополнительных типов, в основном JSON и H100. Вот эти два типа главным образом вот для этого используются. Что касается XML. XML может полностью или частично решить другую проблему, которая сопряжена с использованием релационных баз данных. Господа, дело в том, что в релационных базах данных никаким боком не отражено такое понятие, которое называется документ. То есть документ это массив данных, которые мы используем как нечто единое целое. накладная это документ. К сожалению, в релационных базах данных традиционно накладные хранятся распотроненными по частям. То есть сама накладная в одном месте, список позиций по накладной в другом месте. Но если речь идет конкретно о накладной, может быть в этом большого зла и нет. Но есть документы, которые более ответственные, целостность которых требует проверки особой. К сожалению, работа именно с документами в релационных базах данных, поддержка их целостности представляет собой непростую задачу. Так вот, наличие полей такого типа, в частности типа XML и JSON, JSON двойного назначения поля, позволяет нам в целом ряде случаев организовать в релационной базе данных PastGraySquale также и обработку документов. К сожалению, возможности типов вот этих двух типов XML и JSON весьма ограничены. Поэтому сделать полноценную документоориентированную работу таким способом не удастся. Но если нам необходима работа документоориентированной структуры, то мы можем в паре, в пару PastGraySquale поставить базу данных, которая называется MongoDB. MongoDB как раз таки является документоориентированной базой данных. Я хочу обратить особое внимание, что MongoDB ни в коем случае иногда ее называют базой данных без SQL. Так вот, господа, я категорически против того, чтобы называть MongoDB базой данных без SQL. Но я не ни в коем случае не против MongoDB самой. MongoDB может образовать весьма эффективную пару с PastGraySquale, когда мы данные обрабатываем в PastGraySquale, документы в MongoDB и при помощи модулей расширения PastGraySquale, вспомните, в PastGraySquale можно писать модуль расширения например, на языке Python или Java. MongoDB прекрасно работает и с Python и с Java. Значит, мы можем написать модуль расширения для PastGraySquale, которые будут документы сохранять в MongoDB. Это, правда, нелегко, но обратите внимание, что для других с УБД такой возможности нет даже в теории, по крайней мере, пока. Вот. Так что я хотел бы обратить ваше внимание на то, что эта возможность чрезвычайно важна. Теперь несколько слов дополнительно о PastGIS. PastGIS это модуль расширения PastGraySquale, который предназначен для построения геоинформационных систем, то есть для задач геотезии, картографии, анализа географических данных, то есть то, что по-английски называется, сейчас я напишу это название по-английски, Geospatial Data. По-русски это правильнее, ну это буквально это переводится как пространственные данные о Земле, но на русском, по-русски более граментно это перевести как географические данные, имея в виду, что география, как нас учили в школе, бывает физическая география и экономическая география, то есть под словом география мы понимаем тут всю науку целиком. Так вот, господа, пост ГИС позволяет написать полноценную геоинформационную систему в полном соответствии со всеми стандартами геоинформационных систем, а также выполнять экспорт и импорт данных из стандартных источников. Хотел бы обратить внимание, что это чрезвычайно важный вопрос. К сожалению, самые доступные из стандартных источников, а именно это сайт OpenStreetMap. Самый доступный из стандартных источников, к сожалению, не выполняет экспорт данных в стандартном формате. Тем не менее, перенести баз данные, загружать данные из того же OpenStreetMap все-таки можно, хотя и путем некоторых дополнительных усилий. Господа, по моему мнению, я подчеркну, по моему мнению, не ручаюсь за его полную правильность, но по моему мнению, на сегодняшний день ни одно серьезное приложение не может обойтись без использования геоинформационных систем в той или иной мире. Много ли, мало ли, это тема отдельного разговора, но чтобы не было совсем, на мой взгляд, это маловероятно. Ну, не то, чтобы исключено, но маловероятно. Поэтому наличие такого мощного модуля в PostgreSQL, конечно же, является огромным его преимуществом. Вот, господа, пожалуй, скажу еще об одной вещи, которая не является, строго говоря, преимуществом именно PostgreSQL, но это является скорее преимуществом нового стандарта SQL. Однако, PostgreSQL реализуют ее в полной мере. Ну, Oracle тоже ее реализуют, но Oracle до этого дошел недавно, а вот в MSSCOIL и MSCOIL это еще не реализовано. Давайте только так, давайте я сначала покажу PGAdmin, вот эту утилитку, а потом расскажу про эти несколько приятных мелочей. Итак, PostgreSQL, что, вернее, PGAdmin, вот, собственно, элемент управления. В соответствии с стандартом, с новым стандартом SQL, мы теперь не различаем группы пользователей и пользователей, мы знаем теперь понятие роль. Роль, это может быть как пользователь, так и группа пользователей, они между собой не различаются, но, тем не менее, вот по старой памяти PostgreSQL делят на две категории, но на самом деле это все одно и то же. В данном случае у нас пока создан только один пользователь PostgreSQL. можем создать нового, ну, например, давайте назовем, как мы его назовем, специалист, ой, неправильно, специалист, вот, ну, соответственно, пароль, ну, давайте зададим еретический пароль единичка, вы понимаете, да, задавать пароль единичка, это сущая ересь, и посмотрим, какие права мы можем дать, права, в общем-то, стандартный список прав, является ли он суперпользователем, может ли он создавать базы данных, может ли он создавать других пользователей, и может ли он создавать резервные копии, ну, давайте этого назовем суперпользователем, вот, это права пользователя вообще, табличные пространства, о, господа, табличное пространство это очень важная вещь, табличное пространство это не что иное, как место, где хранятся данные, то есть папка на диске, в которую мы сохраняем некоторую группу баз данных, таблиц, или чего-либо еще, в частности, если у нас не хватает места на жестком диске, мы ставим, приставляем к нашему компьютеру еще один жесткий диск, создаем новое табличное пространство на этом жестком диске, и будет нам счастье, все, пользуемся дополнительным жестким диском, вперед, но это одна из возможностей, на самом деле, конечно, используется не только база данных, ну, база данных, в данном случае не оригинален, он имеет одну головную базу данных, которая хранит свои собственные данные, эта база данных называется FastDest, естественно, выполнять собственную работу в этой базе данных нельзя, но давайте создадим новую, новая база данных, давайте назовем ее имя, давайте спец, спец, вот господа, следующий момент, немаловажный, это поддержка Unicode, вообще, в наше время общее правило для любой базы данных, мы используем восьмиразрядные кодировки там и только там, где нас к тому принуждают, вот если нам перед нами поставили выбор, либо мы используем восьмиразрядную кодировку, либо 10 лет без права переписки, ну тогда используем восьмиразрядную кодировку, вот, в противном случае мы в обязательном порядке используем кодировку поддерживающую Unicode, должен сказать, что в этом плане все базы данных примерно одинаковы между собой, за исключением того, что в MS SQL поддержка Unicode выполняется нестандартным способом, тем не менее она там все равно является полной и работоспособным. Далее, шаблон. Если необходимо, мы можем создать шаблонную базу данных, в которую заранее, допустим, добавим нужные модули расширения, создадим в ней заранее нужные таблицы, с тем, чтобы вновь созданная база данных была у нас уже подготовленная. По умолчанию используется шаблон Template 1. Табличное пространство, если надо, выбираем. Сопоставление. Сопоставление это то, что называется английским словом Collation. Collation это в первую очередь означает правило сортировки слов в алфавите. В случае с русским языком, во-первых, это что такое правило сортировки? Во-первых, он позволяет отличить между русским, украинским, белорусским, казахским или какими еще языками, пользующимися кириллицей. Потому что порядок букв в этих языках несколько различен. Второе, Collation указывает различать большие и маленькие буквы или не различать при сортировке. И, наконец, в случае с русским языком считать букву Ё отдельные буквы или не считать. Все это входит в параметр Collation. В данном случае установлено одно правило сопоставления Russia 1251 это правило различающие большие и маленькие буквы для русского языка и не различающие букву Ё. Вот. Значит, по умолчанию сопоставление будет POSIX. То есть, буквы сортируются в юникодовском порядке и, соответственно, большие и маленькие различаются. В частности, буквы, слова, начинающиеся с буквы Ё в русском языке будут отсортированы неправильно в этом случае. Значит, что касается... А, ну да. Значит, сопоставление может быть задано для всей базы данных целиком, а может быть задано для отдельной таблицы, а может быть задано для отдельной колонки. Но это общее правило для всех SQL. В этом плане все с UBD работают одинаково. выберем сопоставление, тип символа. То же самое. На самом деле можно отдельно не выбирать. Остальные параметры служат для тонкой настройки, мы их сейчас разбирать не будем. Итак, создаем базу данных. Сейчас она чуть-чуть пошуршит, вот база данных создалась. Давайте посмотрим теперь, что у нее внутри. Итак, что у нее имеется внутри. Важнейшее расширение. Обратите внимание, по умолчанию создался модуль расширения PLPG SQL. Это внутренний встроенный язык программирования SQL. Хранимых процедур. Давайте добавим в эту базу данных возможность писать программу, ну например, сейчас я что-то только не понял немножечко. новое расширение. Посмотрите, вот здесь нам на выбор дается большой-большой-большой выбор статарных расширений. Давайте выберем расширение PLPTON3U. если мы его сюда добавим а, ну просто господа, я тут кое-что не установил, надо было еще кое-что доставить, да? Но в принципе, вот если мы добавим сюда, ну кстати, на Linux с этом нет проблем, там все в лед проходит, но вот здесь кое-что потребовалось. а этот интересный. Ну тоже не захотел. Ну не важно. Короче, PLPTON3U, вот это как раз, если мы добавим сюда этот модуль расширения, мы получим возможность писать хранимые процедуры на языке PITON. PostGIS, я надеюсь, установился, давайте посмотрим. Post или нет? PLPRL, PLPOSTGRE, FDV, ну не важно. Короче, вот они. Кстати, вот он модуль в фазе store, в модуль HSTORE, вот, позволяет хранить парой ключ-значений, я надеюсь. Вот он как раз установился. Вот теперь у нас в базе данных допустимо сохранить такие вот поля типа ключ-значений. Вот. Ну вот, короче, здесь много что. Значит, следующий важнейший вопрос, который надо обязательно посмотреть, это схемы. Схема, о ней я уже кусочек упоминал немножечко. Схема представляет собой группу объектов, которые связаны в некий подраздел в базе данных. Пожалуй, PostGIS, PLPRL на сегодняшний день единственная с ОБД, где имеется обширная и, заметьте, общепринятая практика использования схем. Единственная с ОБД, на которой есть такая полноценная возможность на сегодняшний день, кроме PostGIS, PLP, это Oracle. Но там пока еще нет такой практики. А здесь есть и возможность и практика. Поэтому при желании мы можем собрать еще одну схему, например, might и работать с ней. Обратите, пожалуйста, внимание, что схема никак не привязана к пользователю. То есть, мы, конечно, можем создать каждому пользователю свою схему, если хотим, но это совсем не обязательно. Далее. Обратите, пожалуйста, внимание на следующие три пункта. Словари ФТС, Парсеры ФТС, Шаблоны ФТС. ФТС это то, что по-английски называется словом Full Text Search. А, но еще пункт конфигурации ФТС. На самом деле вот у нас три штуки. Господа, на сегодняшний день PostGISQL единственная база данных, единственная из трех, которая вообще имеет возможности полнотекстового поиска. Full Text Search это полнотекстовый поиск. То есть, полнотекстовый поиск это то, что делает поисковая система, когда ищет данные. Вот, например, ну, что, когда нам нужно найти какие-нибудь сведения о чем-нибудь. Как нас учил Александр Сергеевич Пушкин, да, Google в помощь нам, друзья мои. Так вот, господа, и Google, и Яндекс, и же с ними выполняют именно полнотекстовый поиск. То есть, вы примерно представляете себе, что это такое. Так вот, господа, на сегодняшний день из всех СУБД только три вообще имеют возможности полнотекстового поиска. Это MSSQL, Oracle и PostgreSQL. Из них MSSQL умеет на сегодняшний день делать полноценный текстовый полнотекстовый поиск только на английском языке. То есть, полнотекстовый поиск на русском языке в MSSQL на сегодняшний день не работает вовсе. Что касается Oracle, полнотекстовый поиск на Oracle на русском языке в принципе работает, но очень неудобен в использовании. Он требует тонкой подстройки, самостоятельного доведения словарей до ума и так далее. Таким образом, PostgreSQL остается единственный, где полнотекстовый поиск на русском языке работает без дураков и с коробки с минимальными манипуляциями. Правда, для того, чтобы запустить его на Windows, требуется установить еще дополнительную программу, которая называется либо Ispell, либо Hunspell. Ну, одну из этих двух. Потому что PostgreSQL для определения слова форм пользуется словарями от этих программ. В некоторых комплектах... Вторая Humspell. Вот она. PostgreSQL не реализует эти возможности самостоятельно, а пользуется ими. Но если речь идет об операционной системе Linux, то там эти программы входят в комплект поставки, установлены, имеются словари и так далее. В чем, господа, хочу обратить ваше внимание, что при желании можно подготовить собственный словарь полнотекст текстового поиска. Правда, должен сказать, что подготовка собственного словаря полнотекстового поиска задача чрезвычайно трудоемкая, требует огромной научной работы, но если вдруг нам потребуется выполнять полнотекстовый поиск на языке, скажем, эльфийском или клингонском, то на PostgreSQL такая задача решаема намного порядков легче, чем на Oracle. Там требуется только составить словарь. На Oracle надо еще кое-какие телодвижения проделать, причем довольно не всегда тривиально. Тем не менее, должен сказать, что полнотекстовый поиск на Oracle работает, несмотря на все оговорки, но на PostgreSQL делать его легче. Собственно, остальные возможности ничем принципиально не отличаются от возможностей других с УБД. можно создавать собственные типы данных. А, нет, вру, пожалуй, отличаются. Господа, в PostgreSQL имеется очень широкая разветвленная возможность создания собственных типов данных. В PostgreSQL можно создать практически любой тип данных, который нам сбрендит в Google. Простейшие типы данных, то есть просто псевдонимы с дополнительными проверками, это называются в терминах PostgreSQL словом домен. Например, доменом будет положительное целое число. Это целое число, на которое мы налагаем дополнительные условия, чтобы было положительным. Например, это текстовая строка без пробелов. То же самое, создаем текстовую строку без пробелов, налагаем дополнительные условия. Получаем домен. То есть он во всем как основной тип, только с дополнительным условием. Но можно создавать типы весьма разветвленные, например, чисто гипотетически, но если нам вдруг это захочется, мы можем создать тип данных, ну например, там, ну какой там есть? Промышленный робот, например. Вот. То есть, короче говоря, все возможности, ну для сравнения, давайте я вам так скажу, все возможности любого объектно ориентированного языка программирования по созданию типов данных здесь могут быть применены. Почему? Да по очень простой причине, потому что мы можем написать модуль расширения на языке C, C++, Python, Java, Oracle и так далее. Вот. Вот это, пожалуй, ну последовательности это вещь, которая, скажем так, многие СОБД их не поддерживают, но это и не такой принципиальный вопрос. Последовательность это будет просто более удобный способ создать автоинкремент на iPhone и не более. Что касается триггеров, индексов и прочего, здесь FastGlass Coil работает так же, как и все. То есть принципиальных отличий не имеют. Так, что-то я еще... А, теперь несколько приятных мелочей. Пожалуй, одна важнейшая приятная мелочь. господа, допустим, мы хотим вставить в некую таблицу. Я сейчас намеренно напишу то, что я хочу вам рассказать в упрощенном виде, то есть, если вы буквально так, как я напишу, пытаетесь исполнить эту команду, она работать не будет, но настоящая команда пишется примерно по той же схеме, по какой я сейчас напишу. На курсах мы это разберем весьма подробно, так что сейчас просто сама идея. Итак, допустим, нам необходимо вставить в базу данных какую-то строку или набор строк. Давайте для простоты одну строку. Как это сделать, мы с вами знаем. В таблицу вставить. Для этого есть стандартная команда insert. ну допустим там name и дальше пишем values все хорошо, вставилось, но у меня возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, но ведь соответствующая запись в таблице, там же наверняка не только имя, там же еще какие-то данные есть, которые подставляются по умолчанию. но и самое главное, ведь в этой же таблице к гадалке не ходи, там же есть ID. И у меня возникает вопрос, скажите, а под каким ID вставилось это имя? Ну ясное дело новым, а каким именно? Так вот, господа, обратите пожалуйста внимание, что в соответствии да, спасибо, действительно, последний нет, господа, я не буду отвечать то, что обычно отвечают на замечание последним, да? Давайте я повторю эту байку в приличном варианте, не буду неприличными словами выражаться, в приличном варианте, скажите, а когда вы в последний раз ходили в кино? Ответ, в последний раз я в кино еще не ходил, да? Вот, так вот, на самом деле, конечно же, не последним, потому что у нас же будут и новые записи, да? Ну, понятно, да? Но дело даже не в этом, нам-то число надо знать. Так вот, господа, последний стандарт SQL. Давайте немножечко вспомним предпоследний стандарт SQL и поставим его с последним. Значит, у нас, согласно стандарту SQL, существует четыре и только четыре операции обработки данных, да? Именно обработки данных. Остальные операции относятся к операциям описания данных, да? Вот, команда create table, например, это команда описания данных, создания таблицы. А обработки данных есть только четыре команды insert, update, delete и select. Да? Четыре команды. Традиционно считается, что первые три команды отличаются от четвертой тем, что команды insert, update и delete не возвращают результирующего множества. А команда select возвращает результирующее множество. Так вот, согласно последнему стандарту SQL, все команды обработки данных возвращают, ну, по крайней мере, могут возвращать результирующее множество. В частности, команду insert мы можем написать следующим образом. значит, эта команда insert возвратит ту строку, которую мы вставили в том виде, в каком она была вставлена в базу данных. Например, если мы напишем имя, фамилия, год рождения, то команда insert возвратит нам эти значения в том виде, в каком они фактически записаны в таблице. В частности, ID будет равен тому ID, который фактически попал в таблицу. Год рождения будет тот, который установлен по умолчанию. Если это нуль значения, значит нуль значения, а может быть мы считаем, что все, кто по умолчанию является ровесниками революции. То есть, раз год не указан, но считаем этого человека ровесником революции. Может такое быть. Но если мы считаем человека ровесником революции, то какой у него будет год рождения? Ну, 1789. Например. Так что, здесь будет выставлено то значение, которое мы прописали. Изменить. Еще один интересный момент. А представьте себе, что у нас на таблицу повешен триггер. И этот триггер в процессе записи данных в таблицу видоизменяет данные по какому-то хитрому алгоритму. Допустим, встретив фамилию Пупкин, да, он всегда фамилию Пупкин подменяет на Пупкин-Шмепкин. Так вот, команда insert в этом виде возвратит нам данные в том виде, в каком они вставились в таблицу после всех перепитий. Обратите внимание на важность этой команды в таком виде. Не менее важный вариантов. В данном случае я выполнил следующую операцию. Я взял банковские счета и на все счета с копом начислил по одному лишнему проценту. То есть, один процент причислил ко всем счетам. Ну, не знаю, годовой процент, например, по счету. В результате эта команда выдаст результирующее множество, где каждому счету будет показано, какой на нем теперь остаток стал. Да, новый остаток. Больше того, господа, немножечко исхитрившись, ну, правда, в случае с банковским счетом, конечно, за такой хитреш могут и посадить, но в каких-то иных ситуациях это может быть весьма обостребовано. Ну, например, если мы приливные силы вычисляем, там, геоинформационными системами занимаемся. Так вот, команда апдейт на самом деле подразумевает два результирующих множества, новая и старая. То есть, это то, в каком виде строка была и в каком виде она стала. Поэтому, немножечко исхитрившись, мы можем заставить команду апдейт возвращать не только получившееся значение в данной строке, но и разность между старым значением и новым. Согласитесь, это очень важный и востребованный вопрос. Ну и, наконец, следующий фокус. То есть, еще один важный пример, важная приятная мелочь, которую я хочу показать. Да, то есть, на самом деле, ну, смотрите, команда опция returning возвращает те строки, которые были затронуты данной командой. То есть, выглядит это так, как будто за insert сразу же написан select. Но на самом деле это и вправду написать такой select дело непростое. Ведь мы же не знаем, какая именно строка была только что вставлена. А вот команда insert это знак. Но действительно, выглядит это так, как будто у нас написан insert, а потом сразу select. Вот давайте я этот пример напишу. обратите, пожалуйста, внимание на эту команду. Что это такое? Это команда переноса данных из одной таблицы в другую. В fastgreSQL в том же MSSQL при инсекции через курсер. Следующим за insert select можно выбрать lastit. Тут же можно просто использовать данную конструкцию. господа, само собой понятно, что тот же MSSQL писали не идиот. MSSQL хорошая СУБД и понятно, что возможность так или иначе сделать что-то похожее в MSSQL конечно же есть. Но там она делается гораздо более сложным способом. А в случае с fastgreSQL как вы видите, можно это сделать гораздо проще. Но господа, вот здесь я должен сделать одно важное замечание. Вот эта приятная мелочь, которую я вам сейчас показал, на самом деле неправильно считать, что это отличительное свойство fastgreSQL. На самом деле это новый стандарт на вообще регуляционные базы данных. То есть вообще с течением времени эта возможность появится и в MSSQL тоже. Они же за стандартами следят, поэтому они там это конечно же добавят. Но fastgreSQL это уже есть сейчас отлажено и давно и широко используется. В других же СУБД это еще только предстоит использовать. А сейчас пока в других СУБД нам приходится эту вещь делать более таким сложным образом. Господа, резюмируя сказанное, скажу следующее. что на сегодняшний день ситуация такова. Традиционно MySQL использовался в базах данных интернета для интернета. Потому что MySQL обладает рядом преимуществ, если база данных имеет простую структуру, большой объем и требуется быстрая работа с ним. Из этой ниши MySQL медленно, но верно вытесняется по MySQL при чем я бы не сказал что медленно. Дело в том, что PastGraySQL работает конечно несколько медленнее, то есть по скорости работы он проигрывает MySQL. Но если мы имеем дело с базой данных не простейшей структуры, а с базой данных сложной структуры, а согласитесь в современном интернете это уже стало нормой, база данных простой структуры скорее исключение чем правило, то в этой ситуации преимущество PastGraySQL, то есть легкость создания баз данных сложной структуры на PastGraySQL выходит на первый план. Опять-таки в PastGraySQL на первый план выходит возможность создания баз данных гибридной структуры, это я уже тоже написал, то есть мы можем за кулисами воспользоваться другой СУБД, но правда должен признаться, что вот эта последняя возможность пока у нас в курсах не предусмотрена, но со временем мы ее рассмотрим, потому что для того, чтобы говорить о гибридных базах данных мы должны проводить курсы еще и по MongoDB, которые у нас пока только в плане, правда в ближайшем плане, может быть у меня устаревшие сведения, может быть эти курсы уже есть, потому что я сам MongoDB не занимаюсь, другой преподаватель этим занимается, но если они есть, то мы немедленно займемся и вопросом о гибридных базах данных, сразу же, в кратчайшие сроки. Вот. Значит, так вот эти возможности, они в интернете востребованы чрезвычайно, поэтому PostgreSQL выходит постепенно в интернете на первое место. Что касается других сфер применения, то по моему личному мнению, при работе с геоинформационными системами PostgreSQL вообще является на сегодняшний день безальтернативным вариантом. Конечно, можно порассуждать на тему Oracle, MSSQL, но там просто вне конкуренции PostgreSQL, если речь идет о геоинформационных системах. Также PostgreSQL следует предпочесть, опять-таки, по моему мнению, следует предпочесть, если речь идет о научной работе. Потому что и MSSQL, и Oracle все-таки ориентируются на коммерческие приложения. А PostgreSQL не имеет такой четкой специализации, поэтому в научных вопросах он, конечно, выигрывает. Например, создание базы данных для издательства, для полноценной работы с текстами, конечно, PostgreSQL тут выигрыш. Что касается коммерческих приложений, то здесь PostgreSQL по крайней мере не хуже других. Я не буду говорить, что лучше, но что не хуже, это железо. Мои слова в данном случае могут быть подтверждены тем фактом, что PostgreSQL активно используется в качестве базы данных для коммерческих приложений бухгалтерских такой авторитетной фирмой, как 1С. Широко известная повсеместно используемая система 1С в качестве одного из основных штатных вариантов установки имеет установку на базе PostgreSQL. То есть это основной штатный режим работы. Он допускается работой и с другими с ОБД, там и с МССКОЭЛ работает неплохо, и с МАСКОЭЛ, и с ОРКЛом, да, но все-таки PostgreSQL они отдают предпочтение. Согласитесь, что если уж 1С идет по этому пути, то это, наверное, важный фактор оценки. Вот. Ну, это при том, что я, конечно, не питаю телячьего восторга по поводу 1С, продукции 1С, но давайте смотреть правде в глаза. Продукция 1С все-таки достаточно хорошая это раз, и во-вторых, такая солидная фирма, как 1С, что попало, все-таки брать не буду. САП, это вы имеете ввиду системы автоматизированного проектирования, да? Тогда поподробнее. тогда уточните, пожалуйста, о чем идет речь. А, об этом. Вы знаете, к сожалению, ничего тут не могу сказать. Насколько мне известно, в международных бухгалтерских приложениях, вообще, если говорить не конкретно САП, а, вот я понял, то есть вы имеете ввиду ERP, системы, системы обработки, системы управления предприятием. Ага, здесь я скажу так. Вообще систему ERP-систем в мире очень много. Свободные системы управления предприятием, свободные ERP-системы, безусловно, отдают предпочтение PostgreSQL. То есть там даже вообще не рассматриваются всерьез другие СУБД. что касается проприетарных систем управления предприятиями, то там PostgreSQL присутствует наряду 40. То есть 40 он несколько опережает по популярности PostgreSQL, но PostgreSQL, как правило, наряду с Oracle успешно весьма конкурент. Так что здесь, по крайней мере, не хуже. Насчет лучше это можно подискутировать, и мы не будем в эту дискуссию вдаваться, но не хуже. Обратите пожалуйста внимание, что важнейшее преимущество PostgreSQL перед Oracle заключается в его доступности. То есть PostgreSQL не требует для использования большого административного ресурса, что характерно для Oracle. То есть организационные ресурсы он не жрет. А это очень важно для бизнеса, особенно для среднего и мелкого. Поэтому большинство международных систем управления предприятиями они Oracle используют наряду с другими. Конкретно если речь идет о SAP, я к сожалению ничего сказать не могу, потому что я конкретно с этой системой работал мало. Я в основном работал с 1С и некоторыми свободными системами управления предприятиями. Но в общем и целом картина обстоит вот так. ну и наконец последнее что я хочу сказать собственно про PostgreSQL это вопросы лицензирования. А PostgreSQL распространяется под лицензией группы BSD. Так называемая либеральная свободная лицензия. В частности это означает следующее. Это означает что мы можем брать PostgreSQL с изменениями или без таковых. И использовать его как часть нашего программного продукта вне зависимости от того является этот продукт свободным или проприетатным. Дмитрий вот вы задавали мне вопрос про Yahoo про Everest DB что это чуть-чуть измененный PostgreSQL так вот именно тот факт что PostgreSQL выпускается под либеральной свободной лицензией BSD и дает возможность таким фирмам как Yahoo 1S и многим другим использовать PostgreSQL как неотъемлемую часть своей собственной продукции. Хочу обратить ваше внимание что в тех случаях когда нам для нашего программного продукта нужна база данных PostgreSQL и нужна полноценная база данных PostgreSQL абсолютно естественный выбор потому что использование других баз данных например MySQL или SQLite сопряжено с рядом сложности потому что MySQL база данных специального назначения сильно урезана SQLite вообще не является полнообъемной базой данных это база данных вспомогательна она настоящую базу данных не заменяет от слова совсем что касается CMS SQL и Oracle но с ними все ясно это проприетарная база данных включать их в собственный продукт мы просто не имеем право по условиям лицензии вот поэтому тот факт что PostgreSQL выпускается под либеральной свободной лицензией дает нам вот такие важные преимущества которые как вы видите такие фирмы как Yahoo Яндекс там и ряд других конечно там 1С воспользовались от всей души так вы знаете пока не могу на этот вопрос ответить я вам могу сказать что этот инструментарий сейчас находится в процессе разработки какая-то его часть уже разработана но к сожалению пока не могу вам внятно ответить на этот вопрос ну да да строилась на Дабас сейчас так ну да ну господа вот к сожалению наличие инструментария сейчас я посмотрю немножечко в последних новостях но у себя в записной книжке вы знаете господа я понял я немножко не совсем правильно понял вопрос знаете я вам так скажу методы бизнес intelligence о которых сейчас идет речь инструментарий бизнес intelligence приложение реализующее этот инструментарий на PostgreSQL есть они есть среди стандартных модулей расширения они есть в виде отдельных приложений и так далее но то есть есть короткий ответ да они существуют да они к тому же разрабатываются но здесь я скажу следующее вы знаете наверное все таки более правильно будет сказать что это вопрос не ко мне я все таки сейчас я все таки программист вопрос про инструментарий бизнес intelligence это скорее вопрос бизнес аналитик потому что я немножечко воспринимаю ситуацию как это сказать более детально дело в том что когда речь идет об инструментарии бизнес intelligence подразумевается что существуют какие-то стандартные общепринятые и вот последнее важно общеправильные способы представления бизнес информации но насчет стандартных общепринятых это ладно это прекрасно а вот что насчет общеправильных тут меня берет большой скепсис но с другой стороны не факт что я прав потому что бизнес анализ это все таки тема отдельного разговора но резюмируя сказанное я скажу так что инструменты бизнес анализа для PostgreSQL существуют поэтому если какой-нибудь бизнес аналитик захочет использовать PostgreSQL более или менее стандартным способом так как он до этого использовал ряд других СУБД он сможет это сделать но придется немножечко больше повозиться с подбором этого инструментария потому что этот инструментарий по большей части является свободным соответственно он не всегда бывает из коробки поэтому придется его как из конструктора собирать самому хорошо это или плохо я не знаю поэтому я бы на этот вопрос ответил вот так то есть если короткий ответ то да если более развернутый то вот так материалы для обучения на русском языке наверное они где-то и есть господа знаете я по поводу материалов на русском языке давайте смотреть правде в глазах на русском языке адекватные материалы могут быть только для продуктов разработанных в России если продукт разработан не в России не следует ждать адекватных материалов на русском языке они будут как минимум сильно устаревшие курсы в специалисты это само собой я сейчас о них чуть-чуть попозже скажу я сейчас веду речь о прочих материалах вот ну и кто кроме того курсов специалисты это все-таки курсы вопрос было материал материалы на английском языке конечно есть и в больших количествах на русском языке существуют многочисленные форумы где люди меняются опытом то есть информации много найти ее можно она весьма хороша должен сказать что базовая информация это документация на сайте она достаточно подробная достаточно хорошая господа прошу прощения сейчас итак значит ну да так вот документация на сайте является весьма хорошей весьма подробной для базы для того чтобы начать работу с PostgreSQL ее более чем достаточно так возвращаясь к SAP ERP на мой взгляд у PostgreSQL куда больше на детство что учитывая связку с MongoDB которая уже заточена под работу с документами тем более у MongoDB крайне сильный бонус по части fault tolerance устойчивости к сбоям по сравнению с MS SQL наиболее распространенным на ответ Марии по-видимому он да господа давайте так насчет связки PostgreSQL с MongoDB здесь я немножечко наш с вами пыл вынужден охладить дело в том что связка PostgreSQL с MongoDB это естественная связка которая естественно просится на ум но пока еще все-таки должен честно сказать не существует практики такого использования вообще на сегодняшний день существует пока еще практики использования MongoDB в паре с какой бы то ни было базой данных MongoDB вообще относительно новое изобретение вот но мои попытки связать MongoDB с какой бы то ни было СУБД показало что с PostgreSQL это делается легко а со всеми другими трудами да я примерно понял о чем идет речь то есть поэтому Дмитрий я подтверждаю то что вы сказали но должен сказать что объем работы который предстоит для практической реализации этого все-таки довольно велик это еще предстоит реализовать хотя действительно в общем и целом я согласен действительно у PostgreSQL конечно же конечно же гораздо больше перспектив итак господа я теперь у меня следующий о чем я хотел рассказать это про наши курсы значит у нас во второй половине октября стартует курс по разработке на PostgreSQL эти курсы значит курс состоит из двух частей первая часть курса посвящена основам SQL вообще то есть мы там изучаем приложение к PostgreSQL ту часть работы с реляционными базами данных которая является более или менее знаковой на большинстве субд но при этом ориентируемся на PostgreSQL там мы изучаем некоторые специфические возможности PostgreSQL то есть те которые в других субд нету и собственно минимальная требуемая подготовка для этого уровня это умение просто писать какие бы то ни было хотя бы даже самые простейшие программы на школьном уровне то есть если человек может например написать программу которая сложит А плюс Б на любом языке программирования хоть на школьном алгоритмическом языке с русскими буквами в алфавите да то это достаточно ну разумеется необходимо иметь общее представление о том что такое база данных да с чем ее едят то есть чтобы не впервые слышать само это слово вот то есть какой-либо предварительный ну короче говоря подготовка требуется школьного вот школьного уровня информатики то есть понятно требуется знать что такое байт что такое текст что такое число что такое число с плавающей точкой что такое тип данных и так далее ну у нас вот на сайте изложены предварительные требования предварительные требования примерно соответствуют программе нашего курса основы программирования база данных то есть если вы хотите их оценить пожалуйста посмотрите программу этого курса и вы получите если вы процентов 80 того что изложено там знаете Это что касается первой части курса. Вторая часть курса уже углубляется в специфику PostgreSQL. Там мы подробнейшим образом разбираем, как писать хранимые процедуры. В терминах PostgreSQL они называются функции. Как писать функции для PostgreSQL, как писать триггеры, как пользоваться представлениями, как создавать базу данных сложной структуры и так далее. Вот такими уже достаточно сложными вопросами мы там занимаемся. Но должен сказать, что это вопросы сложные с точки зрения пользователей традиционных баз данных. С точки зрения PostgreSQL они не так сложны, как это на первый взгляд можно подумать. Василий, есть ли рекомендации по монстрам типа ОМ для PostgreSQL? Вы знаете, я мог бы их сказать, но мне сейчас не хотелось бы углубляться в этот вопрос. Как мне кажется, это прямого отношения к делу не имеет. Может быть, если будет возможность, подходите, мы обсудим это более подробно, когда у нас чуть побольше времени будет. Но в любом случае, мне кажется, это не очень важный вопрос. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Вот. Итак, значит, это вторая часть нашего курса. Она также занимает 40 часов. По нашему расписанию она идет сразу вслед за первой. Конечно, для полноценного использования PostgreSQL желательно пройти и первую, и вторую часть. Вот. Далее. Ну, собственно, вот я даже не буду сейчас даже говорить про остальные курсы. Какие, что я бы советовал, может быть, изучить еще. Ну, это уже особый разговор. Короче, если речь идет о курсах PostgreSQL, то наши курсы начинаются во второй половине октября. И, соответственно, первая, повторюсь еще раз, что первая часть курса посвящена основам реляционных баз данных, в частности, PostgreSQL, то есть конкретно в приложении к PostgreSQL. А вторая посвящена программированию сложных, разветвленных приложений. Господа, есть ли у вас какие-либо еще вопросы? Если есть, я постараюсь на них ответить. Если вопросов нет, приглашаю вас на наши курсы. Жду вас на курсы по PostgreSQL, а также на другие. Продолжение следует...